Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Постоянно снятся непростые сны, очень часто вещи и сны, в которых я как будто главный герой каких-то экшенов. Иногда всё хорошо, но даже заканчивается плохо, но нет ни одной ночи спокойной. Научился останавливать сны и сама заставляю себя проснуться или изменить ход событий во сне. Почему так происходит, что можно с этим сделать и может развить в каком-то более полезном направлении. Происходит так в силу того, что ваши эмоции за день в полной мере не опрекируются. Вы их не ображаете, вы их не проявляете, вы их по сути дела подавляете. Подавление всего того, что у вас есть и находит свой дом в днах. Это может быть как и некая агрессия, чтобы тогда всё получалось не очень хорошо. Это может быть как и что-то созидательное, творческое и тогда всё получается плюс-минус неплохо. Говоря об этом, о том, что можно с этим сделать, в первую очередь, конечно, нужно посмотреть на ваше сновидение, что именно вам снится. Действие во сне, то есть вот этот самый экшен, о котором вы говорите, да, в целом и представляет из себя как раз эту самую историю. То есть то, что вы не отреагировали в своем сновидении, ой, в своей жизни, реальной жизни, да, наяву, то, что вы не отреагировали наяву, как раз таки отреагируется ваше. Это абсолютно нормально. По характеру сновидения, по его наполнению, контемпу, если можно так выразиться, по его настроению, то есть по тому, какое настроение у этого сновидения, да, можно определить примерный вектор того, что вы себе подавили. В основном вектор определяется, конечно же, не из визуальной составляющей сновидения и символической, а из психоэмоциональной нагрузки, которую этот сон порождал. Ну, правильнее было бы сказать, психоэмоциональная нагрузка, которая порождает сновидения. Сначала у нас идут наши переживания и потом эти самые переживания сознание отражается, как некоторый сюжет, который человек увидит. Таким образом сознание пытается, что называется, достучаться до... Подсознание пытается достучаться до сознательной части человеческой личности. И получается это у неё, надо сказать, не всегда. Удачно. Как-то так. Говоря о том, как можно направить то, что с вами происходит в полезное русло, я бы сказал, что это вопрос довольно-таки деликатный. В первую очередь мы должны определить, что такое полезное русло. В первую очередь мы должны увидеть, что мы понимаем, что мы понимаем под полезным руслом, что мы в это складываем, вот, и увидеть, собственно говоря, как мы вообще к этому относимся. Ну, то есть как мы относимся к тому, что сами считаем полезным. Как мы относимся к тому, что сами интерпретируем как полезное для нас. Ведь может быть такая не самая, надо сказать, приятная ситуация, когда мы видим и чувствуем, что это полезно для нас. Но не хотим, например, это делать. Так вот тоже бывает, я думаю и весьма надеюсь, что спорить с этим вы сможете. Не будет. Вот, пожалуй, такой ответ можно вам с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии сейчас дать. Удачи вам! Всего самого доброго! Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!